Продолжение следует... Продолжение следует... Но нет, на самом же деле всё намного сложнее. Такие крупные игровые компании не покупаются по принципу «поднял-потратил». Простым языком, это очень тяжёлый процесс, который в том числе должен быть одобрен антимонопольным регулятором в разных странах. Большой бизнес – это как космические силы во вселенной Варкрафт. Каждый стремится к мировому господству. Каждая компания пытается полностью захватить рынок. Однако существуют антимонопольные законы, которые не позволяют это сделать. Например, если та же Activision Blizzard перейдёт в собственность Microsoft, то они захватят огромную часть рынка, вследствие чего множество других игровых компаний потерпят огромные убытки. А некоторые и вовсе не смогут дальше развиваться по причине абсолютной монополии одного «Титана». Потому и ведутся все эти проверки. Так вот, антимонопольный регулятор Великобритании признал сделку потенциально опасной для конкуренции на рынке видеоигр, порекомендовав частично или полностью её запретить. Регулятор считает, что Microsoft уже занимает сильную позицию в индустрии видеоигр благодаря консолям Xbox, ведущей операционной системой для ПК Windows и развитой службы облачных вычислений. Поэтому даже небольшой рост влияния может существенно сократить конкуренцию, замедлить процесс развития и повредить пользователям. Ранее различные ведомства других стран также высказывались против сделки, и Activision Blizzard всеми силами пытались решить вопрос. Только поэтому вся эта зворуха до сих пор не закончилась. Ведь по причине разных проверок слияние компаний буксует на одном месте без продвижения вперёд. По поводу этого высказался даже Бобби Котик, президент Activision Blizzard. Причём он открыто обвинил власти Великобритании в глупости и пообещал им «долину смерти». Вот что он сказал. «Если вы из Великобритании, и у вас невероятно образованная рабочая сила, и у вас много технических талантов, существуют такие места, как Кембридж, где имеется лучший ИИ и машинное обучение, я думаю, вам всё же стоит одобрить подобную сделку, поскольку это создаст новые рабочие места и возможности». Всё дело вовсе не в том, будет ли это Sony или Microsoft, всё дело в будущем технологий. А сейчас они говорят, говорили в прошлом году, по-моему, Риши Сунак сказал, что хотели бы стать «кремнивой долиной Европы или всего континента». И если сделки подобного рода не заключаются, они не станут «кремнивой долиной», они станут «долиной смерти». Таким образом, он попытался надавить на Великобританию тем, что для улучшения качества жизни в стране они должны одобрить сделку, мол, это поможет создать рабочие места и так далее. Забавно, ему ли говорить о создании рабочих мест, если он же лично несколько лет назад позакрывал множество офисов Blizzard по всему миру, оставив без работы тысячи работников. Так или иначе, Activision Blizzard и Microsoft уверены, что в итоге Великобритания пойдёт навстречу и примет правильное решение. Обе стороны убеждены, что сделке ничего не угрожает, и слияние компаний в любом случае состоится. Осталось только как-то решить вопрос другим гигантам игровой индустрии, Sony, которым, собственно, и угрожает данное слияние. Но вот незадача. Бобби Котик сказал, что они перестали отвечать на телефонные звонки. Цитирую. Забавно, но Sony не разговаривает с нами по телефону. На самом деле, они вообще не отвечают на наши телефонные звонки. Поэтому, я думаю, одна из вещей, которые нас удивляют, заключается в том, что в это время мы обычно говорим о будущем и новых возможностях для партнёрства, а они просто не отвечают на наши телефонные звонки. Так что я не знаю, настолько ли мы ценны, насколько они, возможно, заявляют регулирующим органам. Опять пытается давить на совесть. Странная у него тактика. Повторюсь, скорее всего, сделка будет одобрена, и слияние всё-таки случится рано или поздно. Просто кто-то намеренно пытается затянуть весь процесс. Кроме того, только сейчас пошли первые разговоры о возможном провале сделки. И то все эти разговоры начинаются со слова «маловероятно». Складывается впечатление, что Activision Blizzard уже подготавливают к возможному провалу. Или компании давным-давно всё знают, просто не рассказывают нам всей правды. Возможно, сделка и вовсе уже провалилась, но, опять же, очень маловероятно. Как заявляет портал Fox Business, Бобби Котик так и останется президентом Activision Blizzard в случае провала сделки. А что с ним станет в случае успеха, пока непонятно. Хотя ранее ходили слухи о его гарантированном уходе в отставку. Наверняка за прошедший год он хорошенько подмазался к боссам Microsoft. Сходил в несколько дорогих ресторанчиков с ними, подмазал кого надо, и после этого имеет хорошие шансы остаться в компании навечно. Тем временем, Федеральная торговая комиссия США занимается сбором данных и подготовкой к судебному разбирательству по делу Microsoft и Activision Blizzard. Выяснилось, что компании решили привлечь к делу своих конкурентов и крупных игроков в индустрии. В частности, Microsoft попросила вызвать в суд Google и Sony, а Activision Blizzard – Nintendo и NVIDIA. Журналисты считают, что так они намереваются вынудить компании предоставить суду некую чувствительную информацию, которая покажет истинное положение дел и в итоге не позволит компании заблокировать сделку. Короче говоря, взбаламутили эти мастодонты весь мир своим слиянием. Нам же остается только следить за развитием событий и делать выводы. И, кстати, если раньше все надеялись, что слияние компании пойдет всем на пользу, то теперь я в этом очень сомневаюсь. Пишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, произойдет ли слияние или все накроется медным тазом. Я же ненадолго с вами прощаюсь, но ничего, увидимся уже совсем скоро в новом ролике. Пока-пока.